так всем привет то здесь сейчас я чатик обновлю . открою эй эй стрим ты где я я как бы здесь с к2 тв не упарывайся а понятно чем не чатик не запустился просто гениально пару секунд так привет шима панк спасибо за хостинг сейчас у меня твич чатик прогрузится на стриме вот целых пять юверов спасибо огромное так почему так тут маленькая донастройка прямо потому что все за полчаса делал так ну что ж начнем только сперва я сделаю еще потише громкость вот так надеюсь игру слышно как и меня так сетевая игра загрузки сетевая здесь сетевая не знал ну и посмотрим что здесь можно сделать сделать м а вот как то так так это все высоко естественно да да привет шима панк так так игра я в первый раз обучение в общее обучение в общее что за вторая волна понятно понятно это тоже не для меня настройки будем смотреть сейчас заставку посмотрю и проверю сам что такое что в на так вы не это но вы 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 Этого парня так и хочется назвать Бобби Ну-ка, ну-ка Командир Этот совет наций был собран перед лицом инопланетной угрозы Чтобы согласовать запуск проекта XCOM Вы были избраны на пост руководителя проекта Именно вам предстоит восклавить нашу первую и последнюю линию обороны Ваши действия окажут влияние на будущее всей планеты Призываем вас ни на секунду не забывать об этом Удачи, командир Мэйдэй, 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 мэйдэй Хиэст Фалькер, ми сэр, это последнее сообщение Вызываю Вуду-3-1 Вас отправляют в Германию В 19.00 по местному времени на землю упало несколько неопознанных объектов Мы знаем, что это не обломки спутника Вероятно, у этих объектов инопланетное происхождение Вскоре немецкие власти получили сообщения о массовой истерии и погодных аномалиях в районе происшествия Позже данных не поступало В 21.00 вертолет разведотряда, прибывший на место падения, сообщил, что подвергается обстрелу и совершил вынужденную посадку Как вам известно, Германия входит в состав совета, и она запросила совет о помощи Наша задача, на месте оценить ситуацию, выяснить состояние немецкого разведотряда и по возможности осмотрите на планетные предметы Конец связи Ну что ж, будем смотреть, изучать Я рейнджер, мы нашли место крушения Слышу вас хорошо, есть движение? Никак нет, внизу все тихо Ясно, садитесь рядом Слышу вас хорошо, есть движение? Слышу вас хорошо, есть движение? Привет, Дарк Мао, ну спасибо за голосование Да, Дельта, мы это видим Уходите с открытого места Тот, кто это сделал, может атаковать и вас Дельта 1, у вас впереди куча обломков, укройтесь за ней Так Чтобы переместить, наведите курсор на подсвеченную точку и щелкните правую кнопку мыши Сделать два движения заход на панели рядом С бойцом указано сколько действий осталось Так, теперь бегом к ближней машине Дельта 2, теперь вы двигайтесь к обломкам Зажмите, чтобы увидеть все клетки, куда может переместиться Боец, чтобы отключить эту подсветку, не сдвигаясь, вместо боеца нажмите Угу Вообще не играл, не прикасался ни к одной из игр Вообще, первый раз вижу даже Ну, привет, вот мне бы еще раз Просто подумал, что Сперва я хотел Так, сейчас, пару секунд Застримить Так, еще чуть-чуть тише игру Извините Если мне не будет слышно, но Почему бы и нет Так, пару секунд Ну, это естественно Просто в такой игре разбираться просто так как-то не очень Я хотел сперва застримить Shadowrun Returns Deadman Switch Ну, там русский есть Но потом я подумал, что Как бы сразу после надо бы желательно Dragonfall начать А Dragonfall пока только на английском И как-то будет стримы перевода Вроде как говорили, что будет русский Не знаю Так, сейчас я чат Скорость двигателя экрана больше Это вообще кошмар какой Как слупок Вот, да-да-да-да Вот, вот так Это будет очень интересно Но это же не Long War Многие фанаты, насколько я слышал Надо преодолеть участок побыстрее Да-да-да-да Заходите в это здание И не светитесь Помните про укрытие Угу Ну, вот в мибу это Да не знаю Говорили тебе потяжелее Поэтому лучше сперва С части полегче начать Центр Тут просто море крови Можете понять Чья это кровь? Центр Похоже, я нашел Еще одного из разведотряда Точнее То, что от него осталось Бред какой-то По виду он мертв Уже неделю Какая странная смерть Мне кажется Его как будто Разорвало изнутри Как будто Что-то Вырвалось из него Сэр Чужой Разрешите приблизиться Разрешаю Это единственное прикрытие Между вами и зданием И мы пока не знаем Что вас там ожидает Что видите? Прием Понятия не имею Что это за штука Но это не спутник Точно вам говорю Вас понял Отряд Дельта Здание близко Продолжайте движение Так Теперь пора зайти внутрь Дельта 1 Перед вами окно Загляните туда Я на точке Ага, понятно Вас понял Укройтесь за ней Дельта 2 Видите дверь впереди Выбейте ее М Все понял Ага, понятно Конечно мы будем Врываться и шуметь Как ненормальные Так Центр Вижу цель Объект вооружен Дельта 2 Понял вас Не отходить Всем занять позиции Держите дистанцию Доктор Попробуйте с ним поговорить Вдруг получится Скажите Что бросил оружие Попробую Это самый лучший Приказ Приказ Еще в каком шоке Не нравится мне все это Дельта 3 Заберите у него оружие Осторожно Сейчас будет Очень плохо Самые лучшие приказы Для чувака Которые Нормальные пока Даркмао Я же все таки изучать Собираюсь Пока Гениально Тактическую панель Нажмите enter Нажмите enter Причеркните По нужному действию Огонь Отлично Мужик Ты читаешь Мои мысли Бросьте гранату Противника Перед вами Нифига себе И этот кровяк Она Он кричал Что ранен Замечательно Замечательно Сейчас они начнут Контратаку Дельта 4 У вас за спиной Еще один Боже Дельта 2 Теперь вы один Надо бить наверняка Постарайтесь Сойти к этой твари С фланга Вот так Теперь вы отлично Видите цель Огонь Какого фига Так резко Меняется громкость Огонь Да Привет Так СПБ Сейчас пару секунд Ух ты ж Ёшкин Матрешкин Давайте сейчас Рестартну Стрим Что ли Что-то да Что-то Очень здорово Вот так 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 Строительство Содержание лаборатории Мастерских на 50% Трагмент Ай выбор Выберу Куще я Европа Так точно Летим домой Конечно Выбирать выбирать базу когда ты не знаешь что что и что это просто бомба что это за существа понятия не имею но они чуть не угробили отряд наших лучших бойцов ладно я пойду начальство ждет в центре управления их технологии намного превосходят наши значит доктор нам с вами придется поработать смотри мне в душу у меня две задачи контролировать полевые операции и держать вас в курсе событий я постараюсь вас лишний раз не отвлекать чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном кстати в казармах есть солдат который ждет повышения это как раз по вашей части пара секунд дайте так и еще что-то хотел сделать ах да а можно меню нельзя меня солдат вооружений это в казармах с последнего задания с отряда дельта живым вернулся только один боец я бы посоветовал его повысить ну и рожа как известно каждый солдат уникален этот парень отлично работает с тяжелым вооружением по мере того как он будет набирать боевой опыт ему стоит и дальше развиваться в этом направлении перед выстрелом из рпг двигаться нельзя на каждой операции дается один выстрел теперь кроме обычного оружия у этого бойца появится гранатомет думаю пришельцы будут неприятно удивлены шеф доктор вален хотел увидеть вас в лаборатории там похоже что-то важное рожи можно и поменять вален глава исследовательского отдела все научные разработки которые нужны проекту экском делаем мы мы уже занимаемся инопланетными предметами которые попали к нам после первого контакта судя по всему на основе технологий чужих можно разработать снаряжение и для наших солдат если вы не против мы попробуем понять что там можно сделать выберите пункт меню фрагменты арку уже я или материала пришельцев чтобы начать исследование а так а так и это все мы все на работу потребуется какое-то время мы вам сообщим когда все будет готово командир экском просьба прибыть в центр управления похоже вас уже заждались до свидания шеф да кстати если вы вдруг опять наткнетесь на технологии чужих зовите меня я с радостью ими займусь командир экском просьба прибыть в центр управления враг испытывает нас на прочность шеф пришли сообщения о двух нападениях в разных странах мы можем ответить только на одно страна которой мы поможем передаст нам больше ресурсов однако в стране которой мы не станем помогать усилятся панические настроения боюсь шеф вам придется сделать выбор игнорировать сша и китай а здесь чуть 4 у чем ну не знаю я хочу помочь китайцам принято бойцы уже ждут вас в ангаре шеф отправляя бойцов на задание вы можете выбрать кто войдет в состав отряда я взял на себя смелость вызвать нашего ветерана его боевой опыт пригодится остальным окей фамилия русский польский итальянский немецкий французский испанский русский да я уже нашел даркмау апеллистические операции для бойцов за расходы не читается да да цвет брони цвет брони да можно было бы кстати ну окей потом будем выполнять лучшие миссии с учеными джами деньги а ну что поделать десу откуда ж я знал дурацкое обучение я сразу скажу дурацкое в таком случае обучение серьезно ху 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 вы стойте на месте пусть боец который находится ближе к зданию заглянет туда потом начинайте движение заглянем в задание левый шифт или там лечу туда так теперь открывайте дверь тихо чтобы себя не обнаружить теперь ищите укрытие внутри окей надеюсь опять полотрада не перебют посмотрите как туда можно подняться колесико вверх колесико выше вниз бегом вижу противника а вот и они внимание всех выдвигайтесь в сторону противника займите укрытие без команды не стрелять и мы это меня свободный полет что ли отправили ну окей ой мое укрытие если она в том временном районе будет в конце месяца максимально то он навсегда попадет вместе со своими бонусами я это понял дарк мау пока дай освоиться не гни груди да пока что пока что так я Ну-ка. Что персоны по чуть-чуть дают раз в месяц региону, в которых есть спутники. Начать так мало, что за парой миссий дают фору. Так. М. Да-да-да-да. Спасибо, конечно. Просто хочется самому оценить, так скажем. Здесь обучалку, так скажем. Окей. А, это пистолет, и понятно. Я уже там. Цель выбрана. Ага. Замечательно. Ох, так. Я надеюсь, у них нету оружия массового поражения. У меня стреляют! Шеф, гранатомёт нашего ветерана в два счёта снесёт укрытие пришельцев. А если очень повезёт, то и самих пришельцев заодно. Ну, если он только не промажет. Ну, классно. Вы молодцы, штурм-1. В лаборатории всё готово. Ждём вашего сигнала. Только скажите, и мы сразу начнём работу с новыми предметами. Ну, понятно пока что. Так. Привет, Дорат. Ну, вот так вот. Ну, вот так вот. Класс-поддержка. Капитан-очевидность. Дым улучшает защиту своих и чужих бойцов на 20. Действует до конца хода противника. Пётр Схуколов. Шеф, мы получили сообщение от совета. А, окей. Приветствовать вас, командир. Это значит... Мы хотели бы поздравить вас с недавней победой. Мы понимаем, что вы стояли перед трудным выбором и были вынуждены решать, кому оказать помощь. В любом случае, вы превосходно справились с задачей. Мы вознаграждаем вашу работу, как и было оговорено. Удачи, командир. Надеемся, она и впредь вас не оставит. Чё-то как-то у меня спина прям вся... Атрет-экс-ком помешал пришить, а теперь Чунцин безопасности. Государство Китая благодарит вас за помощь, передаёт знак признательности следующий. Совет понимает, что вы приняли верное решение. Другое дело, что нам катастрофически не хватает ресурсов, но надежда ещё есть. Главный инженер придумал, как нам оставаться в курсе событий. в нашем оперативном штабе мы постоянно отслеживаем обстановку в странах, входящих в совет. Страна, в которой уровень паники достигнет критического, выйдет из совета и лишит нас финансирования и другой поддержки, разумеется. Насколько совет доверяет проекту в XCOM можно увидеть на шкале... Хорошо, DarkMau. Инженеры называют её шкалой судьбы. Шкалой судьбы. Шкалой судьбы. Шкалой судьбы. Просьба прибытия на выздоровление. Судьба. Шкалой судьбы. Пару секунд. Хотя, ладно. Я запомню. Просто лета быть не хочется. Так. Шеф, доктор Валин говорит, что исследования продвигаются. но ей нужно ещё какое-то время. Да и нам есть чем заняться. Наконец-то заработала спутниковая сеть и мы готовы начать сканирование воздушного пространства. На это уйдёт несколько дней. М. И. отлично. Мы закончили работу над проектом и теперь моему отделу совершенно нечем заняться. Если не возражаете, мы проведём вскрытие тел пришельцев. У нас есть трупы, которые ваши ребята принесли с двух последних операций. Вы же понимаете, если мы хотим победить чужих, мы обязаны понять их в физиологию. М. Понятно. Спасибо, шеф. Когда мы закончим это исследование, я вам сообщу. Инженерный отдел готов к работе. Похоже, блестящие инженеры доктора Шенни наконец-то научились включать компьютеры. окей. Моё почтение. Я всё ждал, когда же вы зайдёте. Добро пожаловать в инженерный отдел. Здесь мечты учёных воплощаются в реальность. Вот, кстати, доктор Валин передала нам новые чертежи. Если дадите добро, мы начнём производство. Учитель увеличить меткость стрельбы. А, типа, нету. Окей. Медпакет. Ну, окей. Давайте закажем одну для начала. Рад сообщить, что мы закончили работы над системой Цель. Она уже вооружейная. Командиру XCOM просьба прибыть в казарму. Готовая снаряжение и оружие из инженерного отдела отправляют в вооружейную. Ну, вот ты как раз и будешь, Дарк Мау. Мужик со страшной рожей. Тяжёлая пехота. Почему прозвищ нельзя? Эх, почему это недоступно? Ладно. Эм. Что-то я не очень понимаю. А как? надеть-то? Выберите одного из бойцов. Окей. Выберите оснащение. А, понятно. Менеешее имя. Давайте Jesus. почему прозвище недоступно? Ладно, пусть пока. Не, мне кажется, просто пока надо чуть больше поиграть. Это просто ещё пока обучение идёт. Шеф, совет хочет с вами поговорить. Командир, наши источники докладывают, что пришельцы переносят и распространяют в местах скопления жителей неизвестную субстанцию. Разузнайте об этом как можно больше и определите действие указанного вещества. Более подробные указания последуют. Гениально. И ведь не отвертишься. Бирать совет. Ну окей. Да что такое. Ну вот так вот. Шторм один. Готовимся к высадке. Уничтожить всех противников на эти контейнеры. Отлично. так. Необходимо захватить этот объект. Командир, разведка сообщает о вражеской активности в этой зоне. Так. Я пошла. Похоже на какую-то защитную капсулу. Скорее всего она оборудована механизмом самоуничтожения, как все прочие устройства пришельцев. Но, наверное, этот механизм уже отключен. окей. Окей. А, понятно. В исследуемой зоне могут быть еще контейнеры. Чем больше мы их отыщем, тем больше сможем узнать об их содержимом. Любое устройство, которое вы найдете, может содержать механизм самоуничтожения. Будьте осторожны. Бегом! Задача ясна. Так, окей. Бегом! А как она это увидела? Уже иду. Вижу противника. окей. Плохо, конечно, так поступать, но побежим, у меня еще баланса даже непонятно. Слава богу, оно оказалось мазилкой. Так, а здесь можно как-нибудь менять камеру? вот-вот, я вот это кстати хотел сделать. Нормально? Да, нормально захватилось. И и... А, вот вот же они. Куе. Понятно. Только так вы издеваетесь? окей. Ну окей. Окей. паника вы издеваетесь все такая высокая точность наверно нифига себе мне повезло ну отлично кинь гранатку чтоб наверняка так ахаха понятно О, господи. Поднимись-кася наверх. Так, цыц. Ты тоже поднимись сюда. Так. Вижу лунатиков. Замечательно. Отличная работа, командир. Теперь у нас есть образец субстанции для проведения анализов. Так, это огонь. Хорошо. Так, давайте. Отлично, командир. Вы добыли материал, который поможет нам выяснить, что затеяли пришельцы. Уверен, что ученые во всем разберутся. Отлично. Ранение четыре дня. Снайперы работают на огромных дистанциях и могут наносить очень сильный звон. Вот только в ближнем бою без тренировок они беспомощны. Да, в ФМИБе я знаю, что такая особенность есть. Штурмовики наш авангард. Они первыми бросаются на врага, последними отступают. Может стрелять или ввести ответный огонь сразу после рыбка. Мне кажется, это или это русская локализация. То есть, смотрите, две строчки всего, а здесь на строчек так семь хватает, наверное. Это не тянда. Сейчас посмотрим. Так, надеюсь, не возражаете. Шеф, хорошие новости. Совет расщедрил, что дарил нам спутник. Наш модуль поддерживает до двух спутников, так что новый спутник надо запустить побыстрее. Для обнаружения кораблей пришельцев. Замечательно. Ну, давайте. 2 спутник сильно увеличивает площадь спутникового покрытия так что я бы посоветовал сразу же начать поиск инопланетных объектов вы готовы рисковать жизнью наших бойцов только ради того чтобы взять эту тварь живой боюсь что да мы зашли в тупик без живой особи мы вряд ли сделаем хоть какие-то новые открытия и что же вы предлагаете сделать доктор по результатам последнего вскрытия я могу утверждать что физиология пришельцев схожи с нашей мощный электрический разряд выпущенный с близкого расстояния должен вызвать мышечный паралич и нарушить их с близкого расстояния а если не сработает вы правда думаете что ради этого стоит рисковать думаю да мы не знаем нашего врага как можно остановить то чего мы не понимаем если мы захватим живым хотя бы одно такое существо возможно мы сумеем с ним поговорить не помешает его допросить узнать что им нужно и где располагается их основная база да и ради этого как мне кажется стоит пойти на любой риск я в принципе могу построить специальный изолятор для пленников впрочем не представляю как наладить с ними контакт диалоги то сами пролистываются он там юзабильность окна одна треть решетом нифига себе наше знание днк сказалось достаточно особо генетически очень похоже на людей понятно шеф я посмотрел отчет доктора вален нам стоит начать работу над новым оружием доктор вален называет его дугометом когда ученые закончат с чертежами за работу возьмется инженерный отдел потом останется передать новенький дугомет в казармы доктор шене его люди готовы заняться специальным изолятором без него пленных пришельцев держать нельзя соответствующую кнопку в инженерном отделе окей вы разумеется знаете что доктор вален хочет захватить пришельца вполне разумное желание для ученого однако она не понимает что нам негде держать живую осы если вы не возражаете мой отдел займется созданием подходящего помещения постройки так окей спасибо я сообщу когда помещение будет готова вас искала доктор вален шеф мне показалось она хотела рассказать вам о своих планах лично так я думаю вам передали мою просьбу так вот мы готовы приступить к разработке дугомета конечно если вы не против ну окей дугомет так дугомет дугомет окей и оба с ракетой лавина и оба с ракетой лавина ээээ лавина вы в в в в в в в корабль пришиться сбит на месте крушение замечено движение захочет получил легкие повреждения центр я буду 37 подтверждаю цель уничтожена повторяю неопознанный летающий объект сбит как поняли прием вас понял воду 37 супер конец связи и так наведите спутник браво дайте картинку место крушения еще немного осталось сэр покажите крупнее посмотрим поближе даже не разбился шеф надо немедленно отправить ударную группу на место крушения ok да 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 я и забыл такие ха 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 садимся теперь у нас по списку германия пришельцы пошли на посадку безлюдном районе если там и есть гражданский очень надеюсь что они будут держаться подальше понятно что-то издеваем очень-очень сильно зеваю что-то издеваем говорит рейнджер мы к северу от места крушения штурм 1 к бою готов вас понял рейнджер мы присмотрим за вами штурм 1 можете начинать атаку корабля Все время забываю. Место крушения прямо по курсу. Они могут оказать сопротивление, а мы даже не знаем, сколько лунатиков было на борту. Так, а кто у нас снайпер? Это, по-моему, штурмовик. А, снайпер у нас ты. Окей. Боеготовность, глухая оборона. Да. Задача ясна. Получилось. Окей. О. Боеготовность. Окей. Ах, снайпер, снайпер, снайпер. Так, нет, сначала ты давай. На корабле не царапины. Похоже, отдельные элементы защищают энергетический барьер. Надо найти в нем брешь. Кащей, я играю первый раз. Какой нафиг лонгвар? Господи. Какой нафиг лонгвар? Я в порядке. Давайте все снесем к чертям. Да, пожалуй, давайте снесем. Ой, а кораблю-то нужно не минимальные повреждения нанести. Лол. Я забыл. Серьезно? Лохожу. Серьезно? Окей. Боеготовность. Лохожу. Окей. Понятно. Ну, тогда переместись сюда и стреляй. Да, понятно. Ну, иди сюда, отлично. Так. Снайпер. Ну, с... О, молодец, попал. Так. Я мигом. Задело. Так. Ну-ка. Он выдержал такой удар на такой скорости, материалы, из которых сделан корпус, на порядок превосходят любые известные нам сплавы. У нас помехи. Или это существо целиком состоит из энергии. Эти данные я представить не могла, что такое бывает. Думаю, это основной источник энергии на корабле. Не представляю, сколько энергии нужно, чтобы поднять такую махину. Советую стрелять очень осторожно. Подобное оборудование может быть крайне нестабильно. Сейчас разберемся с ним. И вы познакомитесь поближе. Нас обстреливают. Ну-ка. Вот и все. Невероятно. Он просто взял и... Исчез. Эм... Лечу туда. Вижу группу противника. Задача ясна. Почему камеру нельзя перемещать? Поехали. Ай! Черт! Попали! Отлично. Отлично. и обратно давай попади по нему да тогда граната его нафиг у какош задание выполнено отлично первые действия обычные выстрелы из основного оружия ход не заканчивается или при стрельбе и огне на подавлении увеличивается меткость союзников от хующих те же цели на 10 кащей интернет лучше нужно блин в теле кадров от меня 0 так мне вот интересно сейчас пару секунд не у меня все нормально идет абсолютно все нормально ну я даже не знаю наверное лучше вот это взять вот питание борткомпьютер пришельцы поврежденной неземные сплавы эллирий рад вас видеть я хотел бы поговорить с вами о наших перехватчиках очень важно чтобы несколько машин постоянно находились в боевой готовности и ждали появления пришельцев в боях с чужими возможны потери должен отметить что даже целая эскадрилья перехватчиков не поможет если не знать где находится враг чтобы мы смогли видеть пришельцев в любой точке планеты придется расширить спутниковое покрытие если вам понадобится больше спутников просто загляните к нам в инженерный отдел доброго вам дня окей вот похоже и закончилось обучение здесь еще есть немного места но если нам понадобятся большие помещения придется углубить нижние уровни базы к сожалению чем глубже мы уходим тем дороже стоит строительство шеф модули спутниковой связи загружены до предела нужно скорее построить дополнительные модули чтобы можно было запускать новые спутники окей так пещеры так а тукомет но используя против пришельцев взрывчатку вы упускаете возможность найти ценные технологии изолятор изолятор готов изолятор для пришельцев готов ну не знаю я смотрю у меня все нормально я до этого смотрел нюк у него такой же битрейт как у меня обычный если не больше сейчас у него все нормально и у меня все нормально я смотрю так 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 Один сделай мне. Так. Пять секунд и жду десять, а раньше смотровал игры с компетентом и ждал двадцать тридцать. Дугомет, отлично. Медленный проект. Экспериментальное оружие. Захватчики разбросали контейнеры с этой стороны субстанции в населенных районах, вероятно в качестве эксперимента. Возможно, субстанция является также каким-то видом оружия. Давайте вот это в восемь дней. Субстанция. Так. Запрос государства Австралия. Дневное выполнение двадцать. У меня делается спутник. Показать место похищения. Конечно же, сержант тяжелой пехоты. Не, я Токио хочу. Хочу Токио защитить. Так. Сейчас изменить. Все равно прозвище нельзя. Продача не лагает. Я не знаю. У меня идти интернет, потому что у меня все нормально. Честно, ну вот... Почему у меня все нормально? Серьезно. Московский интернет? Мне, конечно, показывает сейчас 70 тысяч дропнутых фреймов на плеере. Но это скорее всего из-за того, что я закрываю его. Я минуту сейчас смотрел без фриза, флагов и так далее. Вот. Вот сейчас вот открою специально статистику. Я не буду закрывать вкладку. Точнее, сворачивать. Ах, Кощей понял. Спасибо. Спасибо. Вот так вот. И начнем операцию. Садимся. Следующая операция пройдет в Японии. Нет, это еще 15 зрителей. Пришельцы штурмуются разы несколько крупных городов. Надо срочно вмешаться, иначе регион погрузится в хаос. Ну, давайте это последнюю миссию, потому что мне что-то вообще просто клонит неимоверный сон. Тем более, я сегодня уже стримил. Так что сегодня для меня отстремлено просто отлично. Угу. Угу. Очень тяжко. Угу. я не знаю знаете что я вот могу сейчас посоветовать некоторым помогает сейчас так Так, тут у нас... Окей Так Бегу Ну стреляй Мимо Так еще хуже работает, но это вообще что-то Печаль Да, я молодец, я тестировать-то сделал, а сам эту вкладку закрыл Ну давайте вот, сейчас открою Обновлю Обновлю Так Упс Отлично Да, 65% уже Может у вас получится захватить эти контейнеры, а не уничтожить? Офигеть То есть он сквозь них стрелял Почему я об этом не знал? Ха-ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха Окей Окей Я пошел Поняла вас Сейчас разберемся Нет Нет Сейчас Я уже там Водку Ну не секунду Я уже там ство Нифига себе Ворвалось чудо в перьях Молодец Тетенька И боеготовность Да Тебе нельзя в боеготовность Знаешь, иди-ка, если ты тогда обратно Оно не лагает Ну хорошо, наконец-то Знаете, определенный дроп фреймов есть Вот как я, кстати, обновил У меня пошло Ага Короче, попробуйте стоп-стартать Если Вот сейчас обновил У меня гораздо больше фреймов Начало дропаться И буфер начал пароваться Ну давай А, два раза же он может стрелять А, то есть любить всех и контейнеры Неплохо Успехи нормальны Но я хотел сейчас Закончить Потому что я зеваю Просто невероятно Так интересно Интересно Я говорю Потом Вот Сначала освоюсь С обычным Энеми Вивин А потом Может и поставлю Лонгуар Пожалуйста Это и Никогда не против Таких модификаций Сейчас Гляньте Пойцы Который видит хотя бы Один союзник Но нанести критический урон Будет невозможно Без применения Выстрела в голову Что-то не очень понимаю Не было еще Шимопам Вот это Пожалуй Сделаю Новое задание Разумеет Четыре ученых Ладно Давайте Я сохранюсь На этом И Выйду Спасибо кто смотрел Завтра Будет Невер Винтер Если Никто никуда Не убежит Кощей Завтра ведь будет Невер Винтер Да Зачем я Что-то Не то делаю Под конец стрима Замечательно Не Шимопам Там просто Иногда Бывает Такое Что Твич Кидает На какие-то Сервера Для зрителей Именно плохие Я вот тоже Обновил У меня нормально Обновил У меня нормально Обновил И у меня Фиговый сервер Да Фото Очень Вовремя Потому что Я Что-то Резко Так скажем Зазевал Я сейчас Буду Кофе Пить И Просто У меня Уже Мозги Будут Не варить Я буду Подыхать Я это Чувствую Спасибо Кстати За подсказку В скайпе Так Ну Отлично У нас Автор Будет НВН Спрошу Еще Раз